Роман Мурмило По осадкам несколько ниже нормы и по более-менее достоверным данным, что начало марта, хотя бы до десятых чисел, температура будет постепенно нарастать и не будет сопровождаться осадками. Также холода сильного мы тоже не ожидаем. Можно ли сказать, что он нетипичный будет в этом году март? Ну почему? Скорее всего наоборот, будет более-менее типичным без особых колебаний температуры и осадков. Роман, а стоит ли бояться, что вдруг ударят морозы или будут осадки в виде снега именно в марте? Дело в том, что март месяц нестабильный. Это еще не зима, но и не весна. Поэтому, конечно, вторжения холода могут быть, но они будут несущественны. Это уже не зимний холод. Также могут быть, особенно в конце месяца, теплые дни, потому что максимум температуры по Николаеву, например, 24 градуса исторически зафиксирован. В то же время минимум, по тому же Николаеву, меньше 20 градусов мороза. То есть разброс температуры достаточно большой. И мы не исключаем вот таких резких, кратковременных, как понижений температуры, так и повышений. То есть мы ожидаем, что еще будет и морозные ночи, и исключительно теплые дни. То есть достаточно нестабильная будет погода в марте. Скажите, Роман, а вообще, по Вашим данным, как пережили растения эту зиму? Все-таки у нас стояли достаточно высокие морозы. Что можно об этом сказать? По нашим данным, в целом, если взять зимой культуры, 80% растений находятся в удовлетворительном состоянии. То есть можем сказать, что урожай выжил, пережил зиму. Дальнейшее развитие растений мы ожидаем после того, как начнется период вегетации, когда температура пойдет выше 5 градусов средней. Тогда можно будет уже говорить об развитии растений. Потому что сейчас они находятся в состоянии покоя. Ну, спят. Ну, а что-то есть какие-то данные, что какие-то культуры вообще замерзли, не будет, допустим, урожая чего-то? Нет. К счастью, большинство культур примерно находится в таком диапазоне. Ни одна культура не, скажем так, не вымерзла, не погибла. То есть 80% – это как в среднем, так и по каждой культуре примерно. Ну, а расскажите, пожалуйста, что влияет именно на климат в Николаеве и области? Какие воздушные массы обуславливают погоду, которая, допустим, будет в марте? Ну, вот как раз март, он характерен тем, что море еще холодное, но уже прогревается. То есть, например, туман, который был вчера, свидетельствует о том, что море еще теплее суши, потому что с моря пришла достаточно влажная воздушная масса. В течение марта и начале апреля эта ситуация будет меняться. Море будет уже потихоньку выравниваться, температура с сушей. Особенно приморские наши города, вот у нас есть станция Вачаков и тут же Николаев, они находятся под влиянием вот такого вот умеренного морского климата. В то же время станции, которые находятся и территория севернее, они меньше подвержены влиянию моря. Первомайск наш, Баштанка, и там, кстати, и температурный фон несколько другой. То есть, если мы говорим конкретно про город, конечно, у нас еще могут быть туманы, влажная погода, связанная именно с тем, что мы, ну, не совсем морская станция, находимся достаточно близко от моря. Ну и с какой вероятностью, в принципе, вообще сейчас наука гидрометеорология, да, может предсказать погоду на сколько дней? Ну, с достаточно большой вероятностью, больше 90% прогнозируется на первые три дня. Потом вероятность, конечно, падает, но на семь дней вперед есть гарантия, что атмосферные процессы не поменяются. Дальнейшее прогнозирование, то есть более десяти дней, оно уже несет в себе ошибки, как природные, так и программные, скажем. Поэтому достоверно сказать, что вот так будет, там, через 15 дней, через месяц, к сожалению, пока невозможно. Слишком велика ошибка, которая накапливается в расчетах. Ну и что можно сказать уже, какие, возможно, есть тенденции на апрель и на май? Ну, скорее всего, апрель и май не будут в норме, вот, хотя мы знаем, что в конце, даже в середине мая у нас уже может быть и выше 30 градусов температура, потому что в мае приходит период, так называемого, метеолета, то есть температуры стабильно переходят через 15 градусов, и очень часто, особенно в последние годы, когда майская жара уже действительно, это уже не весенняя жара, а такая летняя. Ну, это связано с тем, что все-таки потепление климата есть, и последние, за последние 15 лет маи были очень теплыми, если не сказать жаркими. Понимаю. Ну, вот сейчас, наверное, сезон уже для агрономов, да, у нас очень, я знаю, плодовые деревья страдают, вот те же абрикосы. Чем это связано именно в Николаеве, что с этим всегда проблема? Они цветут рано, потом заморозки? Ну, заморозкам подвержена территория Николаевской области практически каждый год. И заморозки случаются, как я уже говорил, вторжение холода, это связанные события, они случаются тогда, когда хотят. Они не смотрят на календарь, не смотрят на состояние цветения, либо почек плодовых деревьев. Юг Украины вообще более подвержен вот страданию от заморозков именно по плодовым деревьям. Такая у нас вот уже климатическая особенность нашей территории. Ну, а в каком мы климатической зоне вообще находимся? Это называется южная часть умеренного пояса. То есть климат у нас умеренный. Единственное, что, конечно, где-то севернее другая погода. Например, сейчас практически вся территория Украины, она еще находится в зиме. Потому что, например, на севере Украины переход к весне случается только в третьей декаде марта. А у нас переход к зиме уже произошел. Можно нас поздравить с весной, которая случилась у нас 18 февраля. Ну, чуть-чуть весна поспешила на 2-5 дней в зависимости от территории области. Но я вижу, что зима еще не особо сдает позиции. Сейчас опять так вот температура снизилась. Ну, вот дело в том, что мы сейчас стабильно идем даже выше нормы по средней температуре. И в ближайшие дни температурный фон будет только нарастать. Мы дальше и дальше будем удаляться от нормы со знаком плюс. А то есть вот этот февраль нельзя назвать его аномальным по температуре? Он не является аномальным. Температуры средние за месяц составляли буквально на пару десятых градусов выше нормы. То есть мы, февраль мы пережили в целом как месяц, который практически был по температуре в норме и слегка выше ее. Ну, давайте подведем итоги, скажем еще зрителям, что же нас ждет в марте, как одеваться. Да, если мы говорим о ближайшие дни, температуры будут уже к концу недели 10-15 градусов. Единственное, нам испортит настроение день 2-го числа, потому что есть вероятность небольшого дождя. И на фоне температуры, которая будет стабильно выше 10 градусов, именно второе число будет ниже 10 градусов и с небольшим ветром, который будет, вернее, больше чувствоваться. В дальнейшем мы ожидаем, что температурный фон днем составлять будет выше 10 градусов. При ясном небе это довольно комфортная погода и ветер тоже будет умеренный. Ночью еще будет около 0, пока с знаком плюс. То есть 0 плюс 2, примерно так мы рассчитываем. Спасибо большое вам, Роман, что нашли для нас время. С нами был Роман Мурмила, проведенный метеоролог областного Миколаевского центра с гидрометеорологией.